Господство Золотой Орды над русскими княжествами продолжалось два с половиной столетия. Большую часть этого времени Улус-Джучи был мусульманским, но даже не предпринял попыток распространить свою веру на Руси. Более того, даже самые могущественные ханы подтверждали и увеличивали привилегии православной церкви. Это делал обративший татар в ислам Музбек-хан и его преемник Джанибек, которого русские летописи называют «добрым царем» за его тёплое отношение к христианам. Почему Золотая Орда не обратила Русь в ислам? На самом деле, исламизация Орды не являлась делом совершенно очевидным. Основную часть её населения составляли кочевники из разных кепчакских племён, некоторое количество из которых были крещёнными, но подавляющее большинство язычниками. Также в состав империи входили две традиционно мусульманские области – Волжская Булгария и Хорезм. Но во время монгольских завоеваний им как раз больше всего досталось первую страну сравнял с землёй лично сам Субудой, а вторую вообще Чингисхан – сотрясатель вселенной. Едва ли бы они имели серьёзное влияние, учитывая, что многие города были покинуты, а нормальная жизнь восстанавливалась там несколько сотен лет. Наконец, была ещё православная Русь, но она не вошла в состав Золотой Орды напрямую. Хотя платила дань и участвовала в её внутренней и внешней политике русские князья отправляли хану людей и предоставляли свой войска, а митрополиты ездили в Константинополь с дипломатическими поручениями. К тому же, Русская Православная Церковь создала Сарайскую епархию в столице ордынских государей, ведь многие монгольские и тюркские племена были крещены. Как мне видится, ислам был принят Ордой по одной единственной причине. Улус Джучи враждовал с Улусом Хулагу, где ханы дольше оставались язычниками и притесняли своё мусульманское население. Таким образом, был заключён стратегический союз с мамлюками Египта, которые атаковали ближневосточных монголов с юга. Да, религия была тогда маркером системы «свой-чужой», и выбор одной из них в качестве государственной был важным геополитическим решением. Поэтому Орда, приняв ислам, добилась того, что желали её монархи. Союз с египтянами был заключён, татарские государи завоевали Азербайджан, стратегически важную провинцию хулагуидов, где находилась их столица Тибрис и наиболее удобные для кочевья степи. Но нести знамя ислама повсюду у владык сарая возможности не было. Большинство населения Золотой Орды на тот момент являлось язычниками. Некоторые, особенно важные и влиятельные люди, крестились нестарианским обрядом. Вторые смотрели в сторону Руси, первые полагали, что в мире много богов, в каждой стране бог свой, а потому легко принимали чужую веру. Если, конечно, это делали по своей воле и без нажима. Однако, обратиться в ислам им приказали, и вот, что узбек хан услышал на это. «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания, и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдем в веру арабов». Так заявила ему коалиция ордынских князей, во главе которой стоял его двоюродный брат Кутлук Тимур, наместник Хорезма, который ранее помог узбеку получить престол. Поэтому главным политическим вопросом в то время было не обращение Руси в ислам, а исламизация самих тюрко-монгольских кочевников, а также оседлого и полуоседлого населения. Именно они представляли экономическую, политическую и военную элиту Улуса-Джучи, именно они имели возможность выставить своего кандидата на трон, а тот изменить государственную религию. Узбек отправил на небо 120 непокорных чингизидов. Но это не означало окончательной победы ислама. Первые восемь лет своего правления он провел на севере государства, чтобы обратить в новую веру тех, кто этого весьма не хотел. Но и после него большинство заволжских племен оставались язычниками сибирские татары в 1394 году лишили жизни 300 шейхов из Бухары, которых отправили им заниматься миссионерской деятельностью, а половина казахов была тингрианами даже в XIX веке. Даже в основной, западной части Золотой Орды процесс, перехода в ислам растянулся на десятилетия. И распространение веры среди собственных подданных являлось намного более важной задачей, нежели обращение вассалов. А когда номинальная исламизация состоялась, в татарском государстве началась великая замятня. Нам этого неизвестно, но наверняка религия была не последним фактором этой борьбы за трон. В любом случае, в условиях феодализма у ордынцев не было сил, чтобы силой или добрым словом вести проповедь мусульманской религии и среди русских. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok